Всем привет! С вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим с вами о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования. Как вы помните, в одном из выпусков я рассказывал, что у Roland запустилась линейка одежды, кепки, майки и все прочее. И вот, в общем, моя маечка пришла наконец-то до меня, шла два месяца из Калифорнии. Вот такая вот 808-я драм-машина, очень классно. Напишите в комментариях, как вам, кстати. Ну, давайте перейдем к новостям. Компания Pace начала продавать iLocky с новым интерфейсом USB Type-C. Как вы знаете, iLocky сейчас уже есть третьей версии, но он до сих пор поставлялся со старым разъемом USB-A. И, наконец-то, запустили линейку с USB Type-C, которая, кстати, на 10 долларов дороже, чем версия с USB-A. Но, так или иначе, это тот же самый iLocky 3, только с новым интерфейсом. И это очень здорово, потому что вам не придется париться с переходниками. Ну, или, как минимум, вам не придется париться с переходниками для использования iLocky. Я уверен, что рано или поздно все производители перейдут на разъемы USB Type-C. И здорово, что если у вас прям новый MacBook, вы можете сразу подключать к нему напрямую, без всяких переходников, ваш новенький iLocky 3. Следующая новость от компании Akai, которая анонсировала новую модель MPC One в формате Retro. Что имеется в виду, это тот же самый MIDI-контроллер, только с таким ограниченным тиражом выпущен в стилистике старых, самых первых контроллеров MPC 60, которые были еще в середине 80-х выпущены. Кто не знает этот девайс, посмотрите, на YouTube очень много обзоров этого легендарного девайса, с которого началась история, в том числе, диджейской, хип-хоп-музыки. В общем, такой довольно старый контроллер. Этот контроллер абсолютно новый, то есть MPC One, он не воссоздает ничего, не копирует. Он только стилистически повторяет цвет интерфейса, некоторые грани и так далее. То есть, больше такая дизайнерская вещь для коллекционеров, для ценителей. Ну и, собственно, поэтому разработчики сказали, что это будет такая ограниченная серия. Насколько ограниченная, непонятно, но так или иначе, если вы заинтересованы в покупке подобного контроллера, и вам хочется как-то выделиться и дать дань уважения этим старым девайсам из 80-х, вот вы можете рассмотреть такую модель вот в таком исполнении. Компания RockSolid Audio выпустила контроллер, который называется Control Strip 2, который имитирует и эмулирует полностью консоль SSL. То есть, там воссоздан так называемый Channel Strip, чисто визуально. Но вы можете использовать этот контроллер для управления любыми плагинами, то есть, он абсолютно назначаемый, и вы можете его использовать просто, чтобы тактильно крутить ручки, например, любимых ваших плагинов. А если вы используете какие-либо из эмуляций консоли SSL, которые есть, например, у Waves, есть у плагин Альянса, еще много у кого, у UAD, например, тоже, вы можете также настроить этот контроллер через специальное ПО, так, чтобы он управлял плагинами, и вы как будто крутите реальный компрессор в реальном времени с помощью плагина, и управляете каждой его ручкой. Очень удобно, очень здорово, если вы ценитель тактильных ощущений при использовании музыкального оборудования, но при этом не хотите себя ограничивать использованием аналога, а хотите все-таки использовать плагины, то вот такой контроллер однозначно вам подойдет в вашу коллекцию. Друзья, вы давно просили нас, и мы это сделали. Самое выгодное предложение специально для вас. Представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы Logic Pro Help, причем как к уже вышедшим курсам, так и к тем, которые появятся в будущем. Как это работает, спросите вы? Все очень просто. Вы приобретаете определенное количество курса кредитов, 30, 50 или сразу 100 за фиксированную сумму, а потом по запросу обмениваете их на интересующий вас курс. Мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции, а доступ к нему останется у вас пожизненно. При этом вы сами решаете, в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы. Вы можете сразу запросить все, что уже было выпущено школой Logic Pro Help на данный момент, а можете запрашивать порционно, оставляя часть кредитов на будущие курсы. Все максимально гибко. Вы смотрите и изучаете только то, что вас интересует. При этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс. Кстати, пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку. Переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее, как это работает, а также узнайте о подарках, которые ждут каждого купившего пожизненный доступ. Не откладывайте обучение на потом, начните прямо сейчас. Компания FabFilter обновила свой классический дилей, который назывался Timeless 2, и выпустила его третью версию, Timeless 3, и уже выпустила его в продажу. Если вы еще не смотрели, обязательно посмотрите демо. Очень классный плагин. В принципе, и старый был хорош, но в новом они, естественно, прокачали алгоритм, поменяли полностью интерфейс под уже современные плагины FabFilter, и также добавили очень много дополнительных возможностей, например, по дополнительной модуляции, встроили также всякие Lo-Fi и Drive эффекты, чуть-чуть поменяли работу фильтров встроенных. В общем, это очень такой комплексный, сложный дилей, с помощью которого можно создавать очень многие эффекты, крутые всякие диджейские штуки, то есть его используют очень многие профессионалы для различных спецэффектов, для всякой необычной дилей-обработки, то есть это не только классический дилей, там всякие тейп-эффекты, можно включать зацикливание, можно включать бесконечные повторы и так далее. То есть довольно классный плагин. Я, например, пользовался одно время Timeless 2, Timeless 3 сам еще не использовал, но учитывая вот по первым обзорам и по превьюшке этого плагина от разработчиков, плагин довольно интересный, комплексный, и для всех, кто занимается экспериментами, саунд-дизайном, этот плагин однозначно must-have. Компания Soniball также обновила свой классический плагин, который называется SmartEQ, они в свое время ворвались с этим плагином, можно сказать, на рынок. Долгое время я лично пользовался второй версией, и сейчас они выпустили третью версию SmartEQ, также пообещали более прокачанный алгоритм работы, а там, напомню, вся суть в том, что это такой, скажем, плагинг, в котором используется искусственный интеллект, который анализирует звук сигнала, и вы можете выбрать как такой некий общий стандарт, то есть просто оценивается общий тональный баланс инструмента или звучания, либо вы можете выбрать конкретную партию, то есть будь это барабаны, будь это вокал, и этот эквалайзер сам послушает, что вообще происходит в дорожке, и предложит решение по эквализации, то есть вырезанию каких-либо абертонов, или добавлению других, чтобы выровнять и сделать звук более плотным, более цельным, но также в третьей версии появился дополнительный режим, мультиканальный, то есть можно использовать на нескольких каналах разные версии третьего и SmartEQ, и они будут соединены как в общий такой плагин, но что-то подобное было уже у IZOTOP, неоднократно в их плагинах, здесь такая же, в принципе, технология, и вы можете микшировать друг с другом разные элементы, выстраивать планы, то есть что-то прям вы задаете, что будет у меня на первом плане, например, вокал и, допустим, бас-гитара, что-то будет на втором плане, например, бэк-вокал и какие-нибудь клавишные, и что-то на совсем дальнем, например, какой-нибудь пэд, и уже в зависимости от того, как вы выстроили этот план, SmartEQ предлагает вам для каждого из этих плагинов, для каждого из инструментов свою эквализационную кривую, которая поможет лучше склеить и усадить в микс эти элементы. В общем, довольно интересный инструмент, чисто по моему мнению, я не всегда полагаюсь на него на 100%, и даже на 50% не полагаюсь, но иногда в некоторых элементах он помогает действительно усадить, то есть, например, микс готов, но вам осталось там 2 или 3 элемента, которые хочется как-то посадить, но не очень понятно, куда, в какую плоскость, можно воспользоваться подобным плагином, чтобы он хотя бы показал направление, что какие-то частоты можно там задрать, какие-то прибрать, и ты можешь просто быстро послушать, лучше звучит или хуже, и уже дальше двигаться в этом направлении. Тем более он может работать так же, как и обычный эквалайзер, то есть можно что-то подвырезать, даже то, что он сам предлагает, вы можете потом после поменять. В общем, довольно классный плагин, если вы вдруг обладатель предыдущей версии, то апгрейд стоит всего 20 евро, но так или иначе, вы можете попробовать реальную версию и рассмотреть потом покупку уже полной версии, так что переходите, все ссылки в описании. Ну и напоследок, о бесплатном софте, компания Nebrini Audio воссоздала культовую overdrive педаль гитарную, которая называлась Kentower, они ее назвали Minotaur, но они обещают, что она полностью воссоздает характер работы вот этой классической гитарной педали, то есть это такой очень определенный, такой чистый, можно сказать, overdrive, который можно использовать как плагин, то есть вы можете ставить его на линейно записанную гитару и спокойно получить такой эффект подгруза очень приятного, и, например, после этого использовать какой-нибудь реампинг или эмулятор какого-нибудь усилителя, и эта педаль будет помогать вам добавлять определенного драйва, определенного характера звучанию вашего инструмента. Естественно, его можно использовать не только на гитарах, а на чем угодно. Драйв очень приятный по звуку, также переходите по ссылке в описании, скачивайте, его скачать абсолютно легко, просто нужно зарегистрироваться на сайте, получить специальную ссылку по почте и перейти и скачать его. Плагин абсолютно бесплатный, так что переходите по ссылке и пользуйтесь. Ну что ж, на сегодня это были все новости, не забудьте подписаться на наш канал Logic Pro Help и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а я напомню, что на нашем канале выходит довольно много разных видео, это и уроки по Logic, это и уроки для любого секвенсора, обзоры плагинов, также отдельные уроки по каким-либо тематикам, ну, конечно же, Quick News, и еще мой авторский видеоблог, в котором я рассказываю о жизни в мире музыки, вообще, что происходит в нашей отечественной музыкальной сфере на своем личном опыте и примере. Кстати, скоро будет новый выпуск, так что подписывайтесь, не забывайте также переходить в наш закрытый клуб, в котором мы общаемся и обмениваемся опытом, наш Telegram чат, доступ туда также абсолютно бесплатный, ссылки вы найдете в описании. Жду вас там, задавайте свои вопросы, пишите, также пишите здесь в комментариях, вообще, что думаете о Quick News, какие-то предложения, я с удовольствием почитаю, в общем, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео, с вами был Дмитрий Урсул, всем пока!